Ведь мы с огромной долей ответственности не открываем стертые страницы маршинства. Война считалась забытой и несправедливой. Надо возвращать память защиты от Отечества. На самом деле то, что сейчас исторически происходит и у нас в наше время, то, что происходит сейчас у Украины, очень много параллелей с тем, что происходило сто лет назад. Вот эти солдатские комитеты, которые тогда создавали, сейчас создаются вот эти народные дружины, вот этот правый сектор и так далее. Ездим на машинах, летаем в космос. Но, к сожалению, мы ничего не учились. Мы учились оставаться людей. Здесь очень хорошая история про людей. Про людей, которые вынуждены и попали в обстоятельства очень тяжелой трагедии человеческой. Ну, я могу сказать, что мужчины не выдерживали того, что выдержали. Они абсолютно стоически. Ну, вот абсолютно. Они бежали в штыковую атаку со штыками по грязи. И то, что они там друг друга не перекололи, и все это как-то хорошо закончилось. Это счастье. Ну, интересная сама история. Поэтому захватывает быт. Узнаешь что-то новое для себя. Как люди жили в ту эпоху. Захватывает и люди, с которыми здесь познакомился, конечно. Это большой подарок. Мне очень, например, нравятся мои партнеры. Прекрасные артисты. Замечательные партнерши и партнеры. Вот партнер замечательный стоит. Партнерша Торонова, например, Мария. Замечательная. Замечательный партнер. Холод был такой, что стоять было нельзя. Их сказали, ну, конечно, полезут купаться в термопелье, полезут купаться каскадерши. Яна сказал, секундочку. Хлобысь туда. Доверно, 3 градуса там было. Мне комфортно. Мне комфортно быть лысой. И еще чуть-чуть. Вот сейчас уже волосы начинают отрастать. Главное, что мужу нравится. А я теперь понимаю, как вам мужчинам хорошо живется на белом свете. Ну, мне сейчас, конечно, после шапочки как-то все не очень там красиво. Прекрасный.